Девушки отдыхают В соответствии с предупреждением российского МИДа Там не должно остаться ни одной иностранной души Американские ящики и коробки в эти минуты продолжают грузить И на дорожной улице там располагаются склады Опять-таки, пока еще в Вашингтонского дипломатического представительства Целый день там же работает наш политический обозреватель Алексей Петров Пытаются понять, что именно грузят И успевают ли все это погрузить в срок Вот минут 20 назад заехало два автомобиля туда на территорию Один большой автомобиль, грузовик, который проехал непосредственно в помещение в здании склада И, видимо, сейчас как раз идет загрузка Вот автомобиль сейчас выезжает Появляются два охранника, с нами не разговаривают Собственно, сотрудник, судя по всему, американского посольства Который сейчас выезжает с территории склада Ну вот интересно становится Excuse me Нет, без комментариев Без комментариев не остановился В Соединенных Штатах Америки отреагировали однозначно и очень болезненно Бывший посол в России Макфол заявил, что американских виз теперь придется ждать месяцами В государственном департаменте официально грозят ответить на наш, цитата, необдуманный шаг То есть, вот если попытаться разобраться, то в государственном департаменте грозят ответить на наш же ответ Вот ж не думал, должно быть, Обама, что запустит такую цепную реакцию Впрочем, нынешняя администрация уже переплюнула, если можно так выразиться, предыдущую Фактически одновременно с Россией санкциями грозят, ну, мы прекрасно знаем, что Ирану и Северной Корее Но и половине Европы за то, что имеет с нами совместные нефтяные проекты Китаю за то, что КНДР запустила ракету В Венесуэле за то, что сами же штаты, по признанию директора ЦРУ, едва не устроили там государственный переворот с гражданской войной Только за выходные 16 погибших Этот взрыв прозвучал в центре Каракса Вы видите, что бомба взорвалась в центре, опять-таки, полицейского кортежа Но и все это внимание совсем не смешно Ради дружбы и мира, парадоксальная во всех смыслах слова логика Вашингтон наказывает во благо Ну, нашего блага, просто мы в силу, видимо, своей несмышленности не способны понять То есть по известному принципу, что ли, бьет, значит любит Получается так, Трамп про санкции продолжает по каким-то причинам молчать Но вице-президент Пенс уже пообещал, что его шеф все подпишет Причем very soon, как он выразился То есть в самое ближайшее время У Конгресса как-никак Сегодня 31 числа, последний рабочий день перед каникулами И в этом смысле задерживать Конгресс не хотелось бы Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России Ее поддержка преступных режимов, ее активность на Украине неприемлемы Президент дал четко понять, что очень скоро он подпишет санкции Конгресса Соединенных Штатов Чтобы усилить эту позицию Президент Трамп ясно сказал Америка готова к лучшим отношениям с Россией Но президент и наш Конгресс едины в своем послании Лучшие отношения и снятие санкций потребует от России кардинально Изменить ее действия, которые в первую очередь привели к санкциям Ну вот с подобными заявлениями Пенс выступил в Таллине И там опять-таки продолжают агитировать за то, что Европейскому Союзу грозит угроза с Востока Ну и чтобы добавить нелепости всей этой ситуации Мы попытались разыскать того самого человека Посмотрите в лицо Это Элиот Энгель Человек, который придумал санкции антироссийские Тот последний пакет и внес его в Конгресс Но с виду безобидный, но что называется шутки в сторону Геннадий Андреевич Скажите, пожалуйста Вот мы пытались уже понять логику Тилерсона Который что нам заявил? Что санкции это для того, чтобы нормализовать российско-американские отношения Сегодня точно так же удивительным образом выразился Пенс Но что получается? Это такое санкционное пике Они нам ответили, мы им, ну и понеслась что ли? Оля, надо быть серьезным Нам объявлена экономическая война вслед за информационной Объявлена она минимум на 20-30 лет вперед Поправка Джексона-Веника, которая запрещала нам продавать изделия высокой технологии Просуществовала 38 лет Так что кто бы сегодня и завтра не сидел в Белом доме Как только будет подписан этот закон Отменить просто так его невозможно Поэтому мы обязаны делать далеко идущий вывод Что касается в целом американской политики Я в свое время писал работу 200 лет американской мечты Исследуя, как они вели в каждый исторический период себя на мировой арене Политика была одна и та же Это прежде всего экспансии и провокации Провокации и экспансии довольно жесткие и умелые Что касается этого закона Это откровенно провокационный закон Который по сути дела объявляет войну не только нам И Китай упомянули И Корейскую Народную Республику И Иран Но он объявляет и впервые экономическую войну Европе У нас товароборот с Европой в лучшее время был 450 миллиардов долларов С Америкой не превышал и 30 В данном случае они решили нагнуть и Европу Причем если Обама делал более аккуратно Он создал клещи трансатлантической и хиаганской партнерства И пытался нас придавить То тут приняли сразу закон По которому и финансы, и экономика, и энергетика, и высокие технологии Но для нас сегодня наступил момент истин У нас был довольно широкий круг людей Которые надеялись строиться в американскую колесницу Их планы разрушились У нас было немало доверчивых людей Которые думали Вот сейчас мы породнимся И все будет в порядке На этой волне Горбачев и Ельцин потеряли страну И привели нас вот к ситуации Когда мы вынуждены расхлебывать И в Прибалтике, и на Украине, и на Ближнем Востоке Нам надо сегодня понимать Нужен новый курс Нужна сильная команда Нужна эффективная экономика И бескачной науки, великолепного образования И сплоченности общества Эти проблемы не решить А для этого нужна принципиально иная политика И со стороны президента С дачами за месяц разберутся Дипломатов выгонят Кстати, надо посмотреть, сколько наших Из 1279, сколько наших Если бы мне назвали Что вышлют вот этих Вот этих ЦРУшников Вот этих Вот этих провокаторов Информационных лжецов Я бы понял Я боюсь Наших вы имеете ввиду Граждан России Наших вы имеете ввиду Граждан России Которые трудоустроены Они там работают У нас там очень много По-моему, работает По крайней мере Я смотрел, что было год назад Боюсь, наших выгонят А те, кто занимается провокациями Которые готовят нам Оранжевый Майдан В центре Москвы Те, боюсь, останутся Я бы на месте МИДа Назвал поименно И выдворил их Так что для нас Наступает не просто момент истины Мы обязаны действовать Решительно Умно И запомните В этом мире уважают Решительных Умных Волевых И Успешных Вот тогда будет у вас Все в порядке Геннадий Андреевич Вот что касается наших граждан Песков же уже прокомментировал И Путин сказал Что поименно Совершенно точно Называть не будут Я понимаю Если они захотят Уволить как раз Граждан России То примерно то же самое Вот сегодня выясняли Было в 1986 году Когда они уволили русских Они не уволили Столовая закрылась у них Тогда мы многие отозвали Своих сотрудников Вернее Наших граждан И они остались Без поваров Без шиферов Но Тогда Им каждый обошелся Новый приглашенный из Америки 150 тысяч долларов Так что Эта операция была Довольно грамотно сделана Советскими властями Нам надо Понимать Америка сегодня Хищная Агрессивная Страна Будем сильны Умелы И успешны Я вчера посмотрел На парад С удовольствием Но нужно Больше Новой техники Самой современной Для этого Надо развивать Строить свои заводы Учить прекрасное население И иметь Самую передовую науку У нас для этого Есть многое Но нельзя терять время Борис Борис Не надорвутся При всем уважении К Вашингтону Мы перечислили Целый список стран В отношении которых Вводят новые санкции Во-первых Я просто Поймаю мячик От Геннадия Андреевича Советский Союз Действительно находился Под жестокими санкциями И даже сам уровень Отношений Советского Союза С западным миром Был настолько хуже Чем сейчас Даже сейчас Сравнивать нечего Но Развалился Советский Союз Не из-за того Что были санкции Не из-за того Что был Джексон Веник Он развалился Из-за неадекватной Внутренней политики Советского руководства При всем уважении КПСС Ошибок было много сделано Вы не будете Это отрицать Геннадий Андреевич Так и здесь Сами по себе Эти санкции Даже если Трампов Идет в полном объеме Нашу страну Ни разу Не подорвут всерьез Экономику в России В клочья не разрушат И на жизнь Наших простых людей Не повлияют Реально В краткосрочной перспективе Долгосрочные Там могут быть нюансы Но что я боюсь Больше всего Точно так же Как Советский Союз Развалился Из-за неадекватной Реакции Советского руководства На происходящее в мире Точно так же Я боюсь Что реакция Нашего руководства Будет неадекватной И именно Реакция Российского государства И создаст Кучу проблем Российским людям Вот Расскажу Про сокращение Все радостно говорят Все честно У американцев Будет столько же Дипломатов Сотрудников Консульств Сколько у нас в России Товарищи дорогие А вы подумайте Почему Американских сотрудников Консульств В четырех консульствах В несколько раз больше Чем наших В Америке Угадайтесь Трех раз Ответ Потому что Огромное количество Граждан России Обращается здесь В Владивостоке Истинбурге В Москве В Питере В эти консульства За американскими визами И туристическими И миграционными А в Америке К счастью Наверное Намного меньше Американцев Обращается в российские Консульства Чтобы поехать В Россию Вот почему Их тут больше Следовательно Следовательно Борис Борисович Секунду Вот при всем уважении Нам Рябков даже говорил Заместитель Министра иностранных дел Что исторически Так сложилось Что в том числе После развала Советского Союза Не уравняли количество А еще Это вот нюанс Вам обязательно понравится Просто дорого Очень Поэтому их много А мы Там экономим Объясняю Мы это другое дело Просто есть Объективная причина Почему Американских дипломатов В любой стране мира Практически Гораздо больше Чем в этой стране Включая Россию там Потому что В год В среднем 250 тысяч Россиян Обращаются за визами 250 тысяч В этом году Треть в погонах Там ходит Конечно Это может быть Американцев За визами Обращаются В 5 раз меньше Вот реальность Поэтому там должно быть Мало российских Кондумов А здесь много Вот в чем дело Я привел пример простой Этот пример показывает Что вот эта реакция Бодрая Это бодрая реакция Ах мы молодцы Мы сократили Приведет к тому Что наши граждане Пытающиеся там Посетить Силиконовую долину Или каньоны Не иммигранты Туристы Будут в очередях Стоять в этих местах Потому что будет мало Вот что будет У нас проблема С внешним Туризмом Теперь дальше По поводу других сагов Запретом Приведетующих Накрывается Несколько месяцев Дружить с нами Нам отвечает Я вам нарисую Я закончу Несколько 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 Маньяки Она Это конгресс Это семейная ссора Понятно Я на самом деле Крайне Третье обстоятельство идеального шторма состоит в том, что именно Россия, а не Китай, не Северная Корея была избрана той дубиной, с помощью которой по-прежнему пытаются выгнать Трампа. И наконец четвертое состоит в том, что действительно прошли точку невозврата и сейчас уже Трамп превратился в декоративную фигуру. Все, действительно он отдал инициативу Конгрессу. В этой ситуации посыпать голову пеплом, говорить, что что-то не так делали, это глупо. Но важно то, что все-таки, вот мы говорим об ответе. Давайте еще раз скажем, что то, что вот сейчас Россия делает, это ответ не на то, что принял Конгресс. Это ответ на вот ту мину Обамы конца декабря прошлого года, когда наших дипломатов выгнали из Америки, когда, вы знаете, наши вот эти комплексы собственности, два комплекса арестовали. А мы их детей позвали на елку. Да, да. Вот это ответ на то. А сейчас, по состоянию на данный момент, пока еще нет четкого доказательства того, что мы будем отвечать именно на вот этот вот 186-страничный документ, который, собственно, в который свалили все в одну кучу там. И права человека, и Сирию, и Украину. Ну все, все, что только можно было. Кибербезопасность. Кстати, кстати, очень хорошо сказано. Потому что закон-то не только о нас. Закон об Иране, где есть полный консенсус, и закон о Северной Корее, где тоже полный консенсус. Кстати говоря, в этом тоже есть смысл, когда подстегнули Иран и Северный Корее. Голосуй пакетом. То есть последних, понимаете, последних сомневающихся, чтобы убрать. Но тем не менее, тем не менее, еще раз хочу сказать. Я не думаю, что Россия будет ввязываться именно в войну, санкции, что касается этого законопроекта. Дипломаты – это одна история. Мы с вами говорили на прошлой неделе. Я тогда говорил, что да, скорее всего. Но это лежало на поверхности. Дипломаты, собственность, дача. Но нам сейчас это не нужно. Нам нужно совершенно другое. Нам нужно все-таки им объяснить. И не то, что говорил Борис Борисович по поводу того, что мы можем ответить военные, политические. Борис Борисович, у них больше 40 политических союзников Соединенных Штатов. Это тупиковый путь. О чем вы говорите? Какие ответы? Всего 40? Это мало. Ключевых союзников. Ответ состоит в другом. Ответ состоит в другом. Чтобы действительно объяснить вот этим херодактилям в американском конгрессе, что есть довольно много вопросов, рано или поздно я не пойму, когда несотрудничество, отсутствие сотрудничества с Россией вредит тоже Америке. Потому что, при том, что ВВП России намного меньше, чем Китая, только Россия, а не Китай, вместе с США может и должна решать какие-то ключевые вопросы. И это мы им должны объяснить. Мне кажется, они не прослушиваются. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но потом подумали, что ошибся человек. Но сегодня Пенс приезжает в Таллинн и слово в слово, что оставляет шанс нормализации российско-американским отношениям, а санкции это во благо. Вот в чем здесь суть и смысл и такая вот неоднозначная и достаточно одиозная вашингтонская логика и действительно ли нам пытаются навязать какую-то такую мазохистскую что ли тактику поведения. То есть мы до тех пор, пока терпим, с нами готовы нормализовывать отношения, а если нет, то нам будут отвечать. Вот понимают ли, что это в известной степени невозможно сейчас? Ольга, ситуация, конечно, очень сложная и, конечно, весьма неприятная. Я понимаю ваше негодование и не только ваше в Москве. Я думаю, что вы в курсе, что много негодования в Вашингтоне. Вы только что говорили о голосовании по санкциям в американском конгрессе. Во многом это голосование тоже строилось не на тщательном анализе ситуации, а именно на негодовании российскими действиями, как они представляются в американской столице. Теперь, я не знаю, что мог сказать госсекретарь Тилерсон в этой ситуации, что звучало бы для России более приемлемо и убедительно. Никто не сомневается в том, что инициатива этого законопроекта по санкциям была со стороны конгресса. Администрация, президент, госсекретарь Тилерсон имели к этому очень отдаленное отношение. И если бы законопроект в конгрессе готовился бы в рамках консультации с администрацией, я не знаю, был бы ли такой законопроект вообще, но при всех условиях он был бы совсем другим. Он однозначно бы не ограничивал полномочия президента. Ни одна администрация, ни один президент такого приветствовать не могут. И я думаю, что в нынешней словной ситуации госсекретарь пытался сформулировать одну простую мысль. Что да, эти санкции, конечно, дело весьма серьезное, но они отражают недовольство российскими действиями и желание, чтобы российская политика, российские действия на международной арене соответствующим образом изменились. И тогда как бы можно будет попытаться договориться. Я понимаю, почему в России есть проблема с этого рода логикой, но вы понимаете, что страны госсекретаря это в данной ситуации, но если хотите, естественная позиция. Дмитрий, можно ли констатировать в известной степени официально, что российско-американские отношения нормализовать не получилось? Не похоже ли это на санкционное пике? Мы уже приводили пример. Вы ложитесь спать, у нас заявление об ответе, мы ложимся спать, вы нам отвечаете на наш ответ. И так до бесконечности. Вот что должно такое произойти, чтобы без импичмента, без каких-то радикальных событий, особенно вот в том здании, которое за вашей спиной, чтобы как-то выйти на сколько-нибудь ровную дорогу? Вот и все. Не надо спать. Ольга, вы знаете, у нас было много эйфории в наших разговорах, в том числе и на вашей программе, по поводу того, что произойдет в российских и американских отношениях с приходом Трампа. И эйфория очень часто сменяется, но тоже очень резкая реакция разочарования, которая понятна, но не всегда оправдана. Хочу вам напомнить, что на протяжении целого ряда лет официальная позиция российской дипломатии состояла в том, что санкции для России не проблема. Что Россия, допустим, в отличие от Ирана, не будет вести переговоры по санкциям с Соединенными Штатами, не будет о них никаким образом торговаться. И эта позиция, она, конечно, облегчила людям в Конгрессе принятие такого законопроекта без ожидания, что будут какие-то серьезные ответные шаги со стороны России. Я думаю, что в Москве теперь тщательно подумают, посмотрев на эти санкции, что и как надо по этому поводу делать. Но хочу вам сказать одну вещь. Если говорить узко, тактически, то, конечно, эти санкции, они навязаны Конгрессом администрации. И президент уже сказал, что этот законопроект подпишен. Но хочу вам напомнить, что осуществление этого законопроекта будет во много по-прежнему зависеть от президента. В первую очередь, как этот законопроект будет распространяться на европейские компании, которые вкладывают средства в проекты, связанные с Россией. Тут у президента будет достаточная свобода для, если хотите, дипломатической гибкости. Проблема состоит в том, что эта гибкость, она не может определяться каждый день на тактическом уровне в отношении конкретного проекта самим президентом или даже Белым домом. В Госдепартаменте на данный момент всего два человека, которые были назначены, являются политическими назначенцами Трампа. Остальные люди – это либо карьерные дипломаты, либо назначенцы, оставшиеся от Обамы. То же самое примерно вы увидите и в других министерствах, которые будут ведать санкциями, в том числе в Министерстве финансов. Поэтому очень важно, до какой степени Трамп и его новый начальник аппарата Белого дома генерал Келли, до какой степени они не смогут навести порядок в администрации и сделать так, чтобы предпочтение президента в той мере, в которой они, естественно, являются законными и четко сформулированными, чтобы они дальше осуществлялись бюрократией. Это для администрации большая проблема и большой вызов. Получается, что сначала мы ждали, что Трамп не подпишет законопроект, а теперь будем ждать, что он подпишет, но будет всячески блокировать его выполнение. Дмитрий. Ну вот смотрите, только что срочное сообщение пришло. Трампу необходимо обсудить законопроект о санкциях против России с европейскими лидерами, считает глава немецкого Министерства иностранных дел. Примерно такое же заявление пришло сегодня из официальной Вены. И мы уже говорили, что у нас тут в России ваш журнал National Interest читают, и сегодня без преувеличения все агентства цитируют статью, которую написала в вашем журнале National Interest профессор Джортаунского университета Энджела Стенд. И что она сформулировала, что подобного рода санкции, которые в известной степени обижают, не очень обижают, а оскорбляют Европейский Союз, они как бы не обернулись ни тем ненужным местом к самому Вашингтону и не сломили эту уже привычную, выстраданную, вымученную Обамой санкционную политику самого Европейского Союза. Вот велика ли вероятность того, что на волне этих санкций Россия начнет дружить с Европой против, простите, Дмитрий, вас? Но не вас лично, а здание, которое за вашей спиной. Ольга, ну, во-первых, надо понимать, что у президента не было выбора, кроме как согласиться подписать этот закон. При том большинстве, которые сторонники закона имели в обеих палатах, если бы он наложил вето, это вето однозначно было бы преодолено, причем очень большим большинством. Этот закон не обсуждался детально в комитетах Конгресса, его подготовили в рамках аппарата Конгресса, и большинство конгрессменов очень хотели за него проголосовать, и это в первую очередь, конечно, давно было показать их эмоциональное отношение к тому, что они считают российским вмешательством в американские выборы. У разных конгрессменов при этом есть свои мотивы, но вот эти мотивы вместе у демократов, у республиканцев, они сложились вместе таким образом, что у президента Трампа практически не было выбора. Что касается Европы, тут ситуация совершенно другая. У них, как они совсем недавно показали Белому дому, у них есть свои интересы и своя готовность их отстаивать. И я думаю, что диалог между США и Европой по этому санкционному проекту будет зависеть от двух вещей. Первое, он будет зависеть, естественно, от того, насколько твердо заявят европейцы, что определенного рода санкции, распространяющиеся на их кампании для Европы, неприемлемы, и что это жесткая и окончательная позиция. А второе, до какой степени в ответ на это Трампу удастся, работая со своим правительством, проявить определенную гибкость, чтобы удовлетворить европейцев. Вот от этих двух моментов будет и зависеть, если хотите, до какой степени санкции в отношении европейских компаний будут применяться более гибко или не будут применяться вообще, и до какой степени удастся избежать конфликта между Вашингтоном и Брюсселем. Как вы догадываетесь, это не тот вопрос, по которому Трамп хотел бы иметь конфликт с Европой. Спасибо огромное. Знаем, Дмитрий, что вы торопитесь. Спасибо огромное, что нашли возможность уделить время нашей программе. Дмитрий Саймс, президент Центра национальных интересов на прямой связи с программой «60 минут». Вот новая логика. Подпишет, но сделает так, чтобы не выполняли. Ему деваться нет. Он в состоянии тормозить, это вполне реально в американской жизни. Но надо обратить внимание и на Европу. Я был на Петербургском форуме, секция «Северный поток» и видел, выступал Шродер, были представители всех крупнейших энергетических европейских компаний. Германия, Австрия, Франция, Англия. И они крайне заинтересованы в реализации этого проекта, потому что уже огромные затраты, а это 9 миллиардов евро. Уже подготовлены три корабля, один гигантский корабль, который будет укладывать, который готовил целый консорциум. И уже началась реализация этого проекта. Нам крайне важно сейчас поработать и с деловыми кругами, и с парламентариями Европы. По крайней мере, в этом вопросе мы скорее можем услышать поддержку и администрации Трампа. При этом все европейцы заявили, что мы все-таки остаемся приверженцами антироссийской санкционной политики. Как ни крути. Геннадий Андреевич, вы говорите, и все вы говорите, как будто у Европы нет санкций против России. Они есть. Они абсолютно, на самом деле, качественно те же самые, как американские санкции. Нет, Дмитрий, Дмитрий, пожалуйста, умоляю вас, не перебивайте меня. Вы очень это любите делать, пожалуйста. Дайте мне говорить. Здесь очень просто, что действительно здесь в последней неделе был новый этап, но до этого момента Европа и Америка шли абсолютно ровно по одной пути. Второй очень важный момент. Я вас упоминаю, что вы всегда говорите об этих санкциях, как будто это проявление русофобии, что вас боятся, вас как-то боятся, ваше как-то сопротивление однополярному миру, etc., etc. Я уже сто раз слышал это в эфире. Но на самом деле вы забывайте, что на самом деле здесь американцы и европейцы, они наложили эти санкции в первую очередь, чтобы наказать Россию за... Я процитирую, это даже и в этом раунде. Конгрессмен Маккарти сказал, что Иран, Северная Корея и Россия все угрожали своим соседям и дестабилизировали международного порядка. И просто Украина, Крым, вы забывайте, что это все за дело. Вы здесь стоите в студии, вы разводите руки, говорите, мы Бонга не сбивали, Крым наш. Вы можете это говорить друг другу. Но на самом деле здесь остается основной, основополагающий факт, который лежит под этими санкциями. Это никакие большие сделки между Трампом и Путиным. Это просто российское поведение в отношении Крыма и Восточной Украины. То есть если вы сейчас ищете какие-то способы снять эти санкции, на самом деле в первую очередь это через Украину. Нет. Безусловно. И тоже, простите, одно очень важное кроткое замечание. Вы клевещили Майкла Макфолла. Вы сказали, что... Мы клевещили Майкла Макфолла. Он не угрожал вам, что будете ждать долго визы. Как мы могли. Он сказал, что, к сожалению, из-за того, что вы сократили этот штат, в основном этот штат, больше половины работает в консульстве, она служит русским людям, которые берут визы. К сожалению, из-за ваших действий будут страдать русские люди. В отношении визы. И тоже берем шире, что от ответных мер и санкций будут страдать русские люди больше, чем кого-либо. Так это и называется, Макфолл угрожал усложнить выдачу россиянам американских виз. Ольга, у вас какая-то странная логика. Нет, у меня все в порядке, не хватайтесь за голову. У него у вас странная логика. Он говорит, что, к сожалению, из-за того, что вы сократили количество людей, которые над этим работают, к сожалению, россияне должны быть больше не усложняют. Там, в Вашингтоне, по каким-то причинам, вводя все новые санкции, всякий раз обрамляют их именно этим словосочетанием. К сожалению, и вводят новые антироссийские санкции. А возвращаясь к... Да нет у меня никаких проблем. У вас качественная проблема, и очень часто в этой студии, это причина и последствия. Причина, последствия. Да, но не отдадим мы Крым, если вы об этом. Нет, Крым не отдадим. Давайте, следствие визы. Русские люди будут дольше ждать визы, потому что вы уволили тех людей, которые их работают. А Борис Борисович скажет, что не поедет в Вашингтон. Это не Америка, Дмитрий Габетович. Вы знаете, в чем наша главная проблема? Главная проблема не в Крыме, а в том, что Америка, сепаратисты американские, соединились от вашей Британии. Вот с этого начались все наши проблемы. Вот так вот. Проблемы с оформлением американских виз начались с примак-фоли, который усложнил процесс их оформления. Поэтому, если он на кого-то и хочет вешать, я вас не перебивал, вы меня не перебиваете, то пускай себе об этом и говорит, вы усложнили для европейцев и Российской Федерации получение визы американской. Вы в курсе, что вы в биометрию-то вели, как? Мы не разу в США не ездили, наверное, из России. Биометрия, это техническое, это неусложнение. Так вот, у нас очереди появились до этого. Второй момент. Непосредственно в санкциях, которые сейчас происходят, виноват Трамп. Он виноват тем, что он показал слабость. Он считал, что он уволит Флина. Он считал, что он откажется от Беннона и что все забудут о российском следе. Он считал почему-то, что реально прицепились к российскому следу. Он не понимал, что пытаются выковырить Трампа прежде всего. Все консолидированно голосовали не против КНДР. Большинство сенаторов, которые там находятся, не знают три города КНДР. Я могу это проверить, персональным задав вопросы. То же самое. Они не знают три города Ирана. Сомневаюсь, что не знают десять городов Российской Федерации. Они голосуют за то, что не знают. Они голосовали против Трампа. И в этом проблема этого законопроекта. Вы внутриполитическую тематику вынесли на международную тематику. И вас впервые начинают воспринимать, как человек, который решает внутренние проблемы руками внешних врагов, внешних партнеров. Что происходит сейчас в Германии? Германия не понимает, что ей делать. Ей никто, между прочим, доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские выборы не показывал вообще. Ни на секретном, ни на несекретном уровне. Никто ей не рассказывал, почему они вводят санкции против Северного потока-2. А у Меркель, между прочим, осенью выборы. Если сейчас Меркель смештит позицию, она получит в себе усиление АДГ. То же самое касается, например, Японии, которая согласовала санкции с инвестицией в Российскую Федерацию. А вы сейчас им рассказываете, что более 1 миллиона воспринимается как иностранные инвестиции. Они в инфраструктуру инвестируют, в металлургию. Что им после этого делать? То же самое происходит с Китаем. Проблема заключается в том, что вы сейчас... Внутренние проблемы приводят к очень серьезным проблемам на внешнем контуре. Вы ослабляете Трампа, но вы ослабляете США. Все вопросы решались на разделении властей. Через президента, в том числе санкционные. Сейчас большой шериф ушел. И все начинают играть в свои игры. Посмотрите на запуск ракеты КНДР. Давайте не будем переживать за Дональда Трампа, которого действительно огромное количество людей ослабляют. Он виноват в санкциях, как Дмитрий Габидович верно отметил. Дурацкого мы выбрали. Президента Америки. Не будем за Меркель переживать, в том числе у которой выборы. Мы здесь на другое хотели обратить внимание. Ведь действительно Европейский Союз, ну вот те страны, которые традиционно вводят в отношении нас русских санкций, они не передумали их вводить и отменять, естественно, не планируют. Они вдруг сейчас осознали, когда американцы вводят санкции, которые задевают их личные интересы, что вообще-то санкции, ну вот если начинает разбираться очень серьезно, противоречат международному праву. Вот оно как интересно. Прервемся на рекламу. Сразу после покажем вам один очень важный немецкий опрос, который там уже успели провести. Оказалось, что все немцы против. Это 60 минут. Работаем в прямом эфире. Это программа 60 минут. Мы работаем в прямом эфире. Вот только что стало известно, что все-таки смотрят программу 60 минут в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Вот непонятно было, что именно имел в виду Макфол. ООН попытался его защитить, и в рекламную паузу приходит срочное сообщение. Посольство Соединенных Штатов России допускает замедление деятельности из-за сокращения дип-миссии. Ну, давайте действительно, справедливости ради, не будем называть это угрозой, но вот такое вот своего рода предупреждение в помощь нашему британскому эксперту, который представляет американский журнал. ООН в любом случае, вы видите, американцы вам помогают. Но возвращаясь к истории с европейцами, которые по невероятным причинам вдруг возмутились. У нас тут, во-первых, техническое новшество. Сейчас попытаемся продемонстрировать вам, как оно работает. Вот в подтверждение наших слов. Обратите внимание, огромное количество немецких газет негодуют по поводу антироссийских санкций. В частности, министр экономики Германии заявляет, что при необходимости, надо будет только проверить, готовы ли в конечном итоге в Германии на подобного рода жесткий ответ, но при необходимости Германия ответит. Еще одна газета, уважаемая, цитирует снова министра экономики. И здесь же обратите внимание, Европа готова принять ответные меры, подчеркнула Циприс. Но еще, что касается того самого обещанного опроса, обратите внимание, Шпигель публикует удивительные данные. Давайте для наглядности послушаем эту стату. Буквально вопрос звучал так. США усиливают экономические санкции против России, так что в будущем компании из Германии и других европейских стран вынуждены будут платить штрафы США за участие в совместных проектах с Россией. Правильно ли это? В результате 83% респондентов считают принятые американским конгрессом новые экономические санкции против России неправильными и только 6% правильными. 77% немцев полагают, что при помощи своих санкций Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную экономику. Получается, все раскусили американцев благодаря программе Дмитрия Габельевича. Спасибо. 60 минут, Андрей Иванович. Аудитория. 77% немцев смотрят. Наверное, раскрутили, но дачи не вернут. С дачей можно расстаться, закон принят. И они нас... Дача у нас забрали одни, а против антироссийских санкций, против другие. Одни живут в Вашингтоне, а другие в Берлине. В Берлине. Но, вы знаете, на самом деле, действительно, это повторялось там мысль, то, что всегда Европа поддерживала эти санкции. Не всегда она их выполняла, она так выкручивалась. Мы знаем, знаменитый коридор польский, белорусский и так далее, все это использовалось. Сименс работали, работали через другие компании. То есть, как-то Европа, как всегда, вела себя немножко лицемерно в этом плане. Здесь нечто тоже самое произойдет. Сейчас идет просто торг. Такое, знаете, вот 9 миллиардов вложено, куда деньги идут, кто их компенсирует и так далее. Но, скорее всего, какой-то компромисс найдут. Они не подорвут общую антироссийскую санкционную политику. Надут какие-то варианты. Надут какие-то варианты. Дима, найдут варианты. Они как-то обойдут. Может, найдут варианты в Германии выбора, но Меркель не сможет так легко прогнуться под ним. Нет, это будет тяжело. Это будет тяжело. Но, в общем-то, учитывая давление, они не будут из-за нас ссодиться с Вашингтоном. Но с европейцами можно, как сегодня с украинцами? Стало известно, что почти миллион тонн угля украинцам продают американцы по цене в два раза выше, чем раньше. Можно было и в пять раз больше продать по цене украинцам. Мы бы не купили, конечно, американский уголь. Это способность... Знаете, да, это просто символическая вещь. Вот у него есть американский уголь. Не частный свой в Донбассе, который вот сепаратистский, а свой. В каком смысле есть? Можно съесть. Господи, какая разница? Уголь не идет. Вот так. Украинцы могут и съесть. Ну, непонятно, что им там обещали, что там за уголь такой. АПЛОДИСМЕНТЫ Но самое главное, можно ли вот это считать, которое сейчас есть некое противостояние между Бюсселем, Берлином и Вашингтоном, некоторое своеобразное второе витком эскалации. Вот мы же находимся на такой грани эскалации между Вашингтоном и Москвой. Находимся на грани. Мне кажется, мы уже за гранью находимся. Нет, мы еще пока находимся. Я объясню, в чем дело. Я два слова скажу. Вот и чем-то, о чем-то надо прислушиваться к мнению. Они же вот, вы их логика, они нас наказали. И что мы дергаемся? Мы вас наказали, и все, ребята, успокойтесь. Какие еще ответы? Ведь то, что мы сделали ответ для них, это пощечина. Для них это, знаете, оскорбление. Вот то, что кто-то... Они же считают себя правыми. Обратите внимание, какая тут же малейшая проблема, то, что Дима часто говорит, соприкосновение интересов Северной Кореи. Тут же вопрос про Северную Кореи, полетела ракета, они сразу говорят, а где Китай? А где Россия? Здрасте. Значит, вы вспомните про нас, когда вы только нагружаете вы, хлопчик, это нормально. Ну, мы вас наказали, там, вот так далее. Ребята, успокоились, давайте работайте дальше на нас. В американском формате это та ситуация, когда воюют между собой очень плохие ребята и чертовски плохие ребята, как Сирия. То есть мы здесь нужны. Мы здесь нужны в этом формате. А мы этого не понимаем. Ну, то есть они сверхдержава, они нас наказали, мы должны были понять, что они нас наказали и двигаться дальше. Конечно. Развивать российско-американские отношения. Нет, не только в этом плане. Ведь, вот эти внимания, это тоже вариант Европы превращаемся. Мы же должны еще и уступить. Вот, чтобы продемонстрировать, что все отлично, все хорошо, мы должны уступить. В их понимании, там, отдать, там, два с половиной миллиона на ножи бандерасам из Крыма, это элементарная вещь. Ну, что ты, жалко, что ли? В общем-то, то есть отдайте Крым, там, один оружие складируйте, что в этом варианте все ради Бога. То есть должны еще продемонстрироваться наши уступки. Вот то, что мы упираемся, мы упираемся, вот просто мы упираемся. Мы, знаете, вот этот мир, который они пытаются остановить, это дополярное, вот мы упираемся. Это в этом мы опасны. Вот в этом 58% этого закона прописано именно про нас. Вот в чем дело. И в то же время наша надежда на то, что вот сейчас вот как-то мы переметнемся в Европу, мы начнем задрушиваться с Европой, против американцев и так далее. Это большая иллюзия. Большая иллюзия. Я бы здесь не советовал бы это как-то ориентироваться. Работая в Совете Европы почти 20 лет, я заметил, что когда речь идет о политических вопросах, нас воспитывали за Прибалтику, за Чечню, за Сербию, за Ближний Восток, за Белоруссию много раз. Но как только речь идет о финансах и деньгах, они умеют их считать. Вот сейчас этот закон больно бьет по экономике главной мастерской Европы и Германии. Если Германия начнет покупать их энергоносители по их ценам, они становятся неконкурентоспособны, и это подрывает экономическую мощь Германии. Она с этим не согласится. И Меркель вынужден будет считаться. Более того, это касается и Франции, и Италии, и в целом Европейского Союза. Поэтому сейчас исключительно удобное время для того, чтобы мы поработали поплотнее с этими странами и деловыми кругами. И еще одно надо иметь в виду. У нас внешний долг сейчас почти 530 миллиардов. Что касается золотовалютных резервов, 410. 120 миллиардов не в нашу пользу. Нам надо подумать о том, как наши денежки, которые лежат в тех банках, прежде всего американских, вовремя вернуть. Иначе мы попадем в ситуацию, в которой оказался Иран. И как не обещали, они ему так и ничего не отдали. Нам надо размещать деньги в своих производствах и поддерживать своих товаропроизводителей. Надо очень надеяться, что действительно здравый смысл, что показывает Геннадий Андреевич, возобладает в Берлине. Но влезать, подстегивать Европу, в данном случае, вот сейчас в этой ситуации было бы контрпродуктивно. Это их процессы, их деньги. Пускай считают сами. Не дай бог нам здесь еще в эту кашу влазить. Андрей Иванович, посмеем вас ослушаться и прямо сейчас по заветам Геннадия Андреевича Зюганова попытаемся влезть и поработать с Европой. Прямо-таки с Берлином, с Германией на прямой связи немецкий политолог Александр Глебович Рар. Александр Глебович, вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот тут некоторые эксперты вас, я имею ввиду официально Берлин и Европейский Союз обвинили, что ли, в некотором лицемерии, но с другой стороны, ведь это лицемерие сейчас официальной же Москве отчасти на руку, что ли. Вот вы вдруг раскрыли глаза европейцы и говорите, господи, а санкции-то нарушают международное право, да как же так? ВТО, да ну что вы творите? Американцы, господи, остановитесь. Мы действительно вот совершенно верно пытаемся докричаться три года, но вот вы вдруг осознали. В этом смысле наш такой вот антиамериканский, но даже не антиамериканский, антисанкционный американский союз с Европой возможен и вы все-таки снова и снова вас спрашиваем, готовы последовать обещаниям, которые сегодня в частности дала министр экономики и Германии, сказав, что мы, если что, вам ответим американцы. Дорого вы мне очень сложные вопросы задаете. Во-первых, конечно, к каждому своя шкура ближе, поэтому Германия понимает, что эти санкции, которые сейчас Америка ведет, по всей видимости, коснутся в том числе и немецкие фирмы. И это катастрофа, такого до этого не было. То есть американцы здесь никаким образом не обращают внимания на то, что главные интересы, которые десятилетиями имелись на российском рынке со стороны немецких фирм, будут фактически задеты, может даже уничтожены. Бизнесом с Россией будет заниматься очень сложно, а Германия вся занималась бизнесом и с Советским Союзом, и с Россией. Но поймите, госпожа Меркель лидер Европы, она должна перед тем, как принять такое судебностное решение, как вводить санкции, может быть, против американских фирм, наказывать Америку, или действительно противодействовать этим санкциям, получить консенсус с других европейских государств. А по моим наблюдениям, половина европейцев поддерживают американские санкции, другая часть европейцев на стороне Германии. Немецкое правительство, с моей точки зрения, расколото. Вот вы цитируете министра экономики Ципрус, процитируете тоже министра иностранных дел и вице-канцла Габриэля. Они там в рукопашный бой идут за Россию и за свои собственные интересы, естественно, и выступают за то, чтобы примирить, остановить Америку. Но госпожа Меркуль-то молчит и другие представители христианской демократической партии тоже осторожничают, не хотят же ссориться с Америкой. Поэтому еще посмотрим, как будет развиваться событие. Очень непростая ситуация. Конечно, бизнес-лобби у нас делают все для того, чтобы давить на правительство, для того, чтобы они смягчили эти санкции каким-то образом. Но пока насколько, как это все кончится, мне предсказать очень сложно. Спасибо огромное, Александр Глебович Рар на прямой связи с Берлина. В общем, какой вывод? Слишком вас там много в Европейском Союзе. Александр Глебович, договориться с вами сложно, но будем считать, что в вашем лице мы с Берлином сегодня поработали. Это программа 60 минут. Сейчас прервемся на рекламу и стремительно вернемся для того, чтобы рассказать, какие именно перспективы. Есть у нас еще одна принципиально важная новость. Развитие российско-американских отношений, но и до выезда американцев сдачи со складов остается 4 часа. Работаем в прямом эфире. Это программа 60 минут. Работаем в прямом эфире. Катастрофически мало времени. Вот только Александр Глебович нам сказал из Берлина про позицию главы немецкого МИДа, так тут же стало известно, что Габриль сказал, что Трампу необходимо осудить законопроект о санкциях против России вместе с европейскими лидерами. Вот вам и логика, но 4 часа остается. Давайте мы вам все-таки покажем до того момента, как Соединенные Штаты Америки, точнее дипломаты американские, должны будут покинуть вот они, эти здания. Не то, чтобы ставим крест на российско-американских отношениях, просто чтобы было понятно, какие именно здания, какая площадь и кадастровая стоимость. Это серебряный бор. И еще одни складские помещения. Обратите внимание, это то место, где работал обозреватель вестей Алексей Петров. Вот опять-таки отсюда тоже через 4 часа Соединенным Штатам Америки придется уехать. Повторяем, снова не ставим крест на российско-американских отношениях, дай бог все наладится. Андрей Алексеевич. Ну, вы знаете, наладится и не наладится, давайте подумаем. Реакция, этот закон должна быть очень обоснованной и продуманной. это незакон, санкционный я имею ввиду, незакон на злобу дня. Знаете, как он называется, когда, если перевести его название, принято в Конгрессе законом, он называется об ограничении российского влияния в Европе и Евразии. то есть абсолютно стратегическая линия на ограничение нашего влияния. Она не закончится быстро. А для этого есть только один ответ у нас. Это экономический рост. Вот вы знаете, экономический рост это не экономическая проблема. Это проблема в данный момент национальной безопасности. Если мы будем расти, если у нас будут возможности, тогда вот эти все европейцы и сами американцы встанут в очередь за бизнесом. А если мы не растем, ловить на этом рынке нечего, можно любые законы принимать без всякой проблемы. Нам не дают. Оуэн. Нам не дают. Оуэн рассказывает, что пора... Вот у нас есть британский эксперт, который представляет американский журнал. Мы за последнее время посчитали. Оуэн Мэтьюс с послом Тефтом, пока еще послом, встретился дважды. Вот давайте попытаемся резюмировать. Ну, у меня была встреча офф-рекорд, то есть я не могу сказать, что я просто встретился со старшими представителями посольства. Я просто очень просто вам изложу их позицию, что на самом деле санкции не против России, а против конкретных государственных структур. То есть я объясняю их логику. Здравствуйте, пожалуйста. Что на самом деле это направлено на изменение отношения в Америке в первую очередь к агрессии на Украине. И на самом деле здесь просто очень важно, мы бежим впереди паровоза, потому что этот закон поручает Трампу, то есть администрации, ввести, возможно, в некоторых названных областей санкции. Она сама по себе не вводит эти санкции. То есть, слава Богу, мне кажется, что есть шанс, что все, что Геннадий Андреевич мудро сказал, что это все надо смягчить и строить отношения с Европейским Союзом. Европейцы действительно договорятся с Трампом. Можно одну ремарку? То есть Трамп подпишет, но исполнять не будет? Вы правильно вспоминаете советскую страну. В 18-м, 20-м году американцы высаживались у нас. Мы их погнали в шею. Они долго нас не признавали. Мы сумели создать экономику. В 67-м году они производили 23% мировой продукции. Мы 20. Мы, по сути дела, первые прорвались костно. Успокойтесь. Ваши санкции пойдут нам на пользу. Мы преодолеем трудности, создадим все и решим проблемы. Не волнуйтесь. Все будет в порядке. Андрей Иванович не подмирал вас про название акта. Посмотрите, в интернете совсем... Это про агрессию, сокращать агрессию Ирана, Российской Федерации Северной Кореи. Пожалуйста. Видимо, какой-то новый пакет антироссийских санкций появился. Именно поэтому Оуэн Мэтьюс уточняет. А в студии вестей Евгений Рожков. Владимир Путин сегодня встретился с главой Калмыкии и рассказал ему о претензиях, услышанных во время прямой линии. И вот парадокс руководителя региона теперь будет заниматься школьными партами. Да, коллеги, и не только партами, но и вообще поборами в школах. Ведь родители не секрет часто просят помочь и питанием, и учебниками, и далеко не только в Калмыкии. Какие проверки уже начались в учебных заведениях России? Расскажем в Больших Вестях совсем скоро. Смотрите программу Вести с Евгением Рожковым. Огромное количество интересных новостей. Ну а это были 60 минут. Увидимся завтра. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Геннадий Андреевич.